Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Экономика должна быть экономной. Сэкономил, значит заработал. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Виктор Белобородько. И в этом видео мы поговорим о конкретных примерах, о конкретных результатах экономии масса других людей с разных городов и стран. С помощью вот такого продукта компании FFI, MPG Boost, любой человек может экономить 20, 30 и более процентов. Используя вот такой нехитрый прибор, называемый калькулятор, вы сможете подсчитать свою выгоду. Я хочу вам сказать, что не используя этот продукт, вы просто-напросто вот эти 20%, которые могли сэкономить 30%, 15%, они просто будут засорять нашу атмосферу, нашу экологию, наших стран, и вы просто будете терять свою прибыль. Пожалуйста, смотрите внимательно дальнейший материал, и я вам на живых примерах, на живых отзывах, живых людей, вы увидите, насколько это эффективно и полезно. Вы увидите также в видео, насколько просто можно этот продукт заказать, не важно, где вы живете. Нажав кнопочку «Стать клиентом», вы через интернет сможете заказать вот этот продукт, и вам через 3-4-5-6 дней доставят, не важно, где вы живете, в России, в Украине, в Казахстане, или в Прибалтике, или в дальнем зарубежье, не важно, где вы живете, вы сможете легко оплатить с помощью банковской карточки, и вам доставят этот продукт. Итак, смотрите, пожалуйста, внимательно. Итак, друзья, компания FFI, Forever Freedom International, компания, которая сохраняет и защищает окружающую среду. Наша планета, посмотрите, насколько она красива, насколько она голубая. Наша планета – это наш дом. Но первозданные красоты мы встречаем все реже и реже. Все чаще и чаще мы наблюдаем такие вот пейзажи, такие вот некрасивые пейзажи. Человечеству хватило всего два столетия, чтобы разрушить то, что создавалось миллионы лет. Экологические катастрофы все чаще и чаще случаются на нашей планете. Вредные выбросы, смог, выхлопные газы, вред, наносимый жизнедеятельностью человека, оказывает сильнейшее воздействие на наше здоровье и ведет к необратимым климатическим изменениям. Какой же след после себя оставим мы? И вот компания FFI технологии MPG таки ведет к улучшению экологии и экономии вашего топлива. Компания FFI начала свое развитие в ноябре 2005 года. Кстати, Флорида, Атламанте, Спрингс. Основатели компании Рэнди Рэй и Вэнди Льюис. Они основали компанию Альфа Компьютер Сервис. Они сотрудничали с НАСА. FFI стремительно развивается. Благодаря глобальному видению владельцев компаний и успешному маркетингу, продукты FFI известны более чем в 220 странах мира и территориях. Покоряя сердца автомобилистов, это один из самых успешных стартов компании в истории США. Представительства компании FFI размещены во всем мире. Страны СНГ, особенно наши страны, Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Молдова, различные, все страны СНГ представляют огромный интерес для компании FFI. Прежде всего это безграничный рынок и актуальное время для бизнеса. 25 июля 2009 года в Киеве было объявлено об официальном открытии и представительстве компании FFI и сертификации продуктов в Украине. Что же представляет какие продукты? Например, это автокосметика. Набор автокосметики для качественного ухода и восстановления изделий из кожи, пластика, резины, обивки салона и устранения специфических запахов. Также это продукция линейки Эко Шин, великолепное средство для мойки, защиты глянцевых поверхностей автомобиля без единой капли воды. Также линейка продуктов для экологии и здоровья, безопасное средство для комплексного ухода и уборки дома, освежающий антиоксидантный напиток, комплекс косметических средств по качественному уходу за кожей. Но самое интересное, это, конечно, продукты из серии MPG. MPG Mega Crabz, MPG Boost, MPG Extreme, MPG Max Pro, MPG Caps. Это те продукты, которые наиболее востребованы на нашем рынке. Более подробно вы сможете ознакомиться по ссылочке «Стать клиентом», перейдя на сайт компании «Магазин» и более подробно можете ознакомиться вот по этим ссылочкам. Как же эти продукты влияют на наш автомобиль? Чем вреден плохой бензин? На свечах быстро образуется красный нагар, что приводит к перебоям в системе зажигания. Бензонасос нашего автомобиля очень чувствителен к качеству топлива. Система питания. Форсунки инжектора выходят из строя даже после двух-трех заправок некачественным топливом. Клапана покрываются нагаром, а в отдельных случаях могут просто подгореть. Стенки цилиндров, как и свечи, они приобретают красноватый оттенок, а в случае превышения бензола исчезает масляная пленка, что приводит к задирам. Кольца. Даже после двух-трех заправок некачественным топливом, они закоксовываются, что приводит к снижению мощности и КПД, а также к преждевременному капремонту. Ну и выхлопная система. Плохое топливо догорает в выхлопной трубе, выводя из строя выпускную систему, трубу глушителя, бочки, а в отдельных случаях даже штаны и коллектор. Катализатор и лямбда-зон выдерживают всего 2-3 месяца на некачественном топливе. Проблемы из-за использования некачественного топлива. Первое. Это образование нагара и смолистых отложений в зоне иглы и форсунки. Уже через 15-20 тысяч километров ведет к изменению формы распыла. Соответственно, топливная смесь горит менее эффективно, дольше с обильным образованием сажи, копоти, с высоким содержанием вредных выхлопных газов, СО, СН и НХО. Ну и как следствие, ухудшается динамика автомобиля и повышается расход топлива. Вторая проблема. Образование нагара на свечах зажигания и топливных форсунках. Это приводит к менее эффективному воспламенению топливной смеси. Соответственно, топливная смесь горит дольше и процесс горения во время третьего такта не завершен. Нагрузка на выпускные клапана увеличивается, клапаны прогорают, обгорают края юб, мощность теряется и моторесурс двигателя уменьшается. Третья проблема. Из-за того, что топливная смесь догорает в выхлопном коллекторе с повышенным содержанием СО, СН, значительно быстрее выходят из строя дорогостоящие нейтрализаторы дожига и лямбда датчики, регулирующие состав топливной смеси и отвечающие за оптимизацию горения топливной смеси в камере сгорания. И вот такие картины можно наблюдать из-за этих проблем. Работа двигателя с MPG, серии MPG, улучшает работу двигателя, увеличивает мощность и, как следствие, уменьшает расход топлива. С использованием продуктов MPG происходит уменьшение выбросов СО и СН в атмосферу на 85%. Экономия топлива. Официальные данные компании FFI 7-14%. Но реальные данные в Украине 15-30% и более. Что это означает для нас, потребителей? Насколько это выгодно? Насколько это действительно так? Сэкономленные деньги это заработанные деньги. Посмотрите внимательно на вот эту таблицу. Предположим, стоимость вашей разовой заправки на 50 литров составляет 500 гривен. В Украине данные в этой таблице приведены из расчета цены на бензин или дизель в Украине сейчас приблизительно 10 гривен. Это 1 доллар 25 центов. Если вы достигаете экономию в 15% вы экономите 75 гривен. 20% 100 гривен. 25% 125 гривен. Из каждой заправки на 500 гривен вы экономите 125 гривен. Чуть больше 60 долларов вы залили. Пожалуйста, 15 долларов экономия. А предположим, вы в месяц заправляетесь, вы выезжаете вот 5 таких заправок. Ваши расходы на топливо в месяц будут составлять 2500 гривен. Но, если вы внимательно посмотрите, то вот такую экономию в цифрах, в деньгах каждый из нас может достичь. А теперь давайте представим, что вы в год выезжаете на 30 тысяч гривен топлива. Давайте возьмем среднюю экономию. Это около 1000 долларов вы экономите в год. Легковые автомобили, которые ездят на бензине 95 или дизеле, приблизительно сейчас цена 10 гривен за литр. На бак 56 литров требуется всего лишь пол капсулы MPG Caps или 15 миллилитров MPG Boost. И стоимость этого продукта на такое количество 15 гривен. При уменьшении расхода на 15-20% вы сохраняете в бензобаке около 10 литров, а это 100 гривен. Пробег вашего автомобиля на каждом баке увеличится на 100 километров всего за 15 гривен. А вот теперь давайте посмотрим внимательно конкретные примеры. Вот человек, да, Павел Никачев на D-Ulanos 2007 год, полтора литра двигатель. Расход до использования был 8 литров. Расход после использования стал 6,5 литров. 19% экономии. После начала применения двигатель стал работать тише, выхлопные газы стали чище и практически пропал привычный запах выхлопа. Присадка MPG Caps доволен, рекомендую всем. Opel Kadett 1986 года выпуска. Расход 6,2 литра. Расход после применения MPG Caps у него составил 4,8 литра. Это 21% экономии. Вот грузовой автомобиль. Человек применяет MPG Caps. Расход до 14 литров или 18 литров. 14 литров по трассе, 18 литров по городу. Расход после снизился. Общая экономия 23%. В ВАЗ-2111 расход снизился с 10 до 8 литров. 20% экономии. Причем Вадим пишет, у клиента, у его клиента на Subaru Legacy 2,0 литра объема двигателя. Снизился расход с 12 до 9,5 литра. А хочет человек выйти на 8 литров на 100 километров. Вот новая Toyota Corolla 2008 года. 1,6 литра инжектор. На гарантии 10 тысяч километров пробег. Даже новая машина берет 14-15% экономии. Toyota Caldino 1997 года. 2 литра. Применяет продукт MPG Caps. Расход снизился с 15 до 11 литров. Это 20% экономии. Человек с России. Сахалинская. После применения двигатель стал работать тише. И выхлопные газы стали чище. И практически пропал привычный запах выхлопа. Вот такой грузовой автомобиль. Бычок. Расход снизился с 20 литров до 14-15 литров. 25% экономия. ВАЗ-2108 92 года. С 7,5 литров до 5 литров. 33% экономии. И вот Павел здесь пишет. Увеличилась приемистость. Увеличилась динамика разгона. Увеличилась тяга. Особенно на подъемах. Peugeot Partner. С 6,2 литров до 4,7 литров. 24% экономии. Это реальные люди. И сумм. Выхлоп чистый. И в морозы заводится без проблем. Ушла детонация. Увеличилась динамика разгона. ВАЗ-2105 92 года. С 9,5 литра. Уменьшилась до 7,3 литра. На 100 километров. 23% экономии.